Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео мы с вами рассчитаем сколько у нас стоит бройлер на южной короне сколько у нас стоит бройлер на южной короне если покупать эти корма в московском регионе и сравним их с стоимостью мяса на пурине делайте ставки кто же выиграет не забывайте, что ваша поддержка это просмотр рекламы на нашем канале, не нажимая кнопку пропустить еще, как вы можете нас поддержать можете поставить лайк если вам понравилось наше видео написать комментарий внизу и сделать репост у себя в соцсетях спасибо вам большое ваша поддержка нами очень ценится у нас есть еще одно видео где мы сравнивали килограмм мяса на пурине с килограмм мяса на маркорме и считали, что уже выгоднее каким кормом кормить и какие результаты получаются в итоге я надеюсь, вы видели это видео ссылка будет и в описании и в углу опять 25 вот здесь, наверное, да? да, наверное а вот или нет короче, вы ссылку увидите каким образом открываем ссылку если вы смотрите нас на компьютере вы нажимаете control это левый нижний угол и нажимаете на ссылку мышкой и тогда у вас в другом окне открывается новое видео вы нажимаете там стоп и досматриваете это вот таким образом либо в прикрепленном комментарии будут учитаны еще все те ссылки которые я буду проговаривать по ходу этого видео так, ну поехали значит мы с вами открываем южную корону сразу говорю о том что в данном случае стоимость цыпленка была 43 рубля 36 копеек но так как мы на пурине рассчитывали по 47 рублей 07 копеек значит и здесь мы будем с вами учитывать в стоимости цыпленка 47 рублей 07 копеек правильно? правильно с правой стороны вы видите табличку которая вам показывает цены на комбикорма которые использованы в этой таблице эти цены наши мы их вам показывали это партия первая закупки нашей южной короны с очень большими благами но цены эти на тот момент в принципе были подобны ценам на сайте южная корона если вы живете там где цены указанные на сайте южной короны для вас актуальны то эта таблица будет приближена к результатам которые вы можете получить закупая корма по их ценам у них на сайте они есть но так как южная корона находится от нас достаточно далеко то цены московского региона в разы разнятся с ценами нашими которые нам удалось вот разово получить поэтому поэтому я буду просчитывать и по тем ценам и по этим таблицы будут одинаковые но цены будут разные благо эта таблица позволяет это сделать почему устроена она так на конкретное число Александр мой муж кто не знает фиксирует количество корма которое съела птица если у нас не было в этом промежутке времени ни падежей ни вынужденных забоев то эта цифра будет одна то есть съели они старт он переводит на рост значит он посчитал сколько старта они съели и записал таким образом составлена эта таблица на 30 апреля у нас был вывод вот здесь это тоже указано 98 штук отход инкубации всегда существует в данном случае он минимален 2 штуки хочу оговориться так как пурина была давно следующего южная корона на пурине цыплятки выводились в блитах сейчас же у нас инкубатор как вы надеюсь знаете Владимир Коробкова и этот инкубатор дает более хорошие высокие классные результаты которые нам очень нравятся и поэтому здесь тоже может быть немножечко момент такой важный но мы не можем уже это учитывать и наперед узнать поэтому будем нивелировать вот эту разницу показаний из-за вывода потери две штуки у нас всего лишь мы потеряли после инкубационный период так называемый из 98 штук осталось 96 как вы видите следующий столбец у нас показывает какой корм в данном случае будет учитываться следующий 25 килограмм в мешке мешок у нас стоит 728 рублей как и указано в правом верхнем углу таблицы и расход в килограммах эту цифру Саша фиксирует на момент когда он перевел значит на рост если не было промежуточных каких-то потерь которые должны быть подытоживать какую-то цифру дальше три цифры рассчитываются автоматически ссылаясь на эти три предыдущие стоимость килограмма это значит мы всю цену мешка делим на 25 расход то есть мы зная килограмм знаем что потрачено на 20 и потрачено 62 килограмма корма зная стоимость килограмма мы получаем расход всего и тем самым деляя его на головы на 96 в данном случае строк мы получаем 1881 верно? верно таким образом каждый из этих строчек просчитывает корм на одну голову за период выращивания в данном случае мы с вами пока рассматриваем верхнюю часть таблицы и она подразумевает выращивание птицы до 45 дней значит мы какие потери имели у нас было 5 ножопников в середине цикла я посчитала их по себестоимости 110 рублей себестоимость у нас складывается из того корма который съела птица на этот момент плюс тот самый себестоимость и пленка те самые 47 рублей 07 копеек которые мы с вами приняли за отправную точку и в пурине и в маркорме и здесь мы делаем точно так же цыпленок здесь стоит дешевле 43 рубля 36 копеек но мы принимаем 47 07 а вот получилось 110 рублей в формуле вверху вы можете увидеть что 47 07 прибавлено это значит я считаю что выручки как будто мы поимели по себестоимости 550 рублей понятно как мы будем с вами считать мы не будем их относить к минусу потому что мы их съели но не будем их выручку по 300 рублей килограмм считать потому что соответственно это мы их съели мы не получили за них денег как таковых мы просто грубо говоря окупаем эти корма которые на них потратили собственным холодильником вот и у нас было попозже еще два тоже сели на лапы и падеж был 4 штуки один точнее сел на лапы и падеж 4 штуки значит этот падеж нам принес убыток в 654 рубля в данном случае мы тоже считаем по себестоимости которая складывается из корма и из цыпленка 654 рубля со знаком минус у нас идет доходную часть тем самым снижая ее безусловно потому как этот корм мы не включаем в расчет себестоимости последующей птицы понимаете как потому что это будет сложновато так скажем ну не сложновато но наверное не нужно этого делать все это проще сделать учитывая минус в итого графе на забой на 45 суток мы пришли с вами с результатом одна птица у нас стоит 182 рубля ниже вы видите перечень клиентов так как эту таблицу я делаю для себя я все это дело записываю поштучно понештучно в совокупе вес здесь допустим 6 штук 11 килограмм и цена за которую я ее продала по 300 рублей напоминаю наша цена прибыль которую я получила за минусом 182 рублей которые стоят пока которая стоила эта птица понятно да из этой таблицы мы с вами можем что для себя полезное выжить средний вес птицы и килограмм мяса рассчитываем значит эту циферку она у меня рассчитана двумя получается способами первый способ вы видите сейчас в таблице то есть это корм 134 рубля 85 копеек ровно корм мы рассчитываем сколько у нас стоит по кормам килограмм мяса в птице внимательно мы не учитываем цыпленка или за какую цену вы купили цыпленка или вот этот вот показатель весь предыдущий из которых складывается себестоимость каждой птички мы не учитываем мы сейчас с вами берем только корма кормов птица съела на 134 рубля 85 копеек также мы с вами будем считать считали точнее уже и в пурине значит если птица съела 134 рубля 85 копеек каждая то зная средний вес птицы в 45 дней а это 2 килограмма 230 грамм построчно посчитано то есть общий вес разделено на количество тушек и получается средний вес вот это средняя средняя цифра вот если мы так с вами обведем вы увидите внизу что 2,23 это средняя цифра это вес каждой тушки каждой птицы на 45-е сутки ну и 134 рубля 85 копеек мы с вами делим на средний вес тушки и получаем что у нас килограмм мяса стоит 60 рублей 47 копеек но так как мы пурину с вами считали до 50-го дня и для некоторых очень важно до 50-го дня считать птицу потому что вы можете держать ее до 45-го но можете до 50-го и хочется понимать дороже ли будет килограмм мяса для вас до 50-го дня или дешевле или как-то так же ну то есть в этом есть определенный смысл значит смотрим до 50-х суток мы с Сашкой держали 8 бройлеров 4 мальчика 4 девочки вот они тут все и забили их в 50-е сутки вот такими вот весами напоминаю здесь мы не докармливаем птицу зерном потому что эти корма не содержат лекарственных препаратов поэтому мы и так скажем очень заинтересовались заинтересовались этими кормами потому что нам не придется докармливать птицу злаковыми размолом зерновым потому как на размоле есть свои особенности содержания если вы хоть раз это пробовали то вы должны это тоже знать так 8 птиц 23 килограмма средний вес 2 900 2 900 2 900 товарищи это будет 156 рублей 24 копейки и того она съела каждая птица потому что прибавилось еще 21 рубль 39 копеек на каждую голову но они доели до этого срока все равно что-то кушали вот и поэтому у нас килограмм мяса при таком же точной расчете схеме получился 53 рубля 88 копеек и так мы с вами объединяем и того добавляем вот такой столбец южная корона старт 18 килограмм 18 рублей 81 копейка если мы снова вернемся к нашей таблице вы увидите вот здесь 18 рублей 81 копейка мы из этой таблицы точно так же можем сложить снова же все те же самые цифры это будет вторая же проверка наших же расчетов следующая цифра это гроуэр или рост так как таковой так называется корма здесь названия идут немножко по-пуриновски но смысл будет ясен гроуэр у нас 44 рубля 15 копеек смотрим снова на южную корону рост 44 рубля 15 копеек и следующий корм это финиш финиш одна циферка финиш другая циферка и финиш так как мы сравниваем с вами 50-е сутки в основном ну там 45 укажем и третья цифра 2139 итого выходит у нас сколько правильно 93 рубля 29 копеек итого мы все вместе с вами складываем получаем 156 рублей 24 копейки копейку потеряли ладно бог с ней и значит средний вес тушки 45 дней будет у нас 2 килограмма 230 грамм забиваем 2 килограмма 230 грамм вес 46 дней средний вес тушки в 50 дней у нас получается 2 900 сюда забиваем 2 900 и 53 рубля 88 копеек это себестоимость мяса точно так же получается как и здесь мы можем одну цифру сумму разделить на вес получить 53 88 точно такая же цифра тоже точно так же переписываем 46 дневные результаты и посмотреть что мы с вами видим мы с вами видим что птицу на южной короне достаточно выгодно выращивать до 50 дня а может быть и подольше если вы хотите получить максимальное веса почему потому что 2,9 килограмм мы получили за 53 рубля 88 копеек килограмм а 2,23 вес мы получили с вами по 60 рублей 47 килограмм то есть килограмм мяса стоит дешевле в 50 дней и он составляет 53 рубля 88 копеек запомнили эту цифру точнее она у нас с вами останется и теперь мы посчитаем сколько у нас южная корона получится по ценам московского региона итак цены московского региона у нас получаются такие 1100 стоит старт 950 стоит рост и финиш стоит 850 ту же самую таблицу я всю полностью пересчитываю только по этим ценам комбикормов вот она я вам покажу медленно кто хочет может меня перепроверить и получаем результаты которые заносим точно так же в итоговую таблицу вот они получается что килограмм мяса в 50 дней у нас стоит уже 76 рублей 66 копеек заметьте очень весомое кстати подорожание получилось по сравнению с южной короной по ценам сайта и в 46 дней у нас также получилась стоимость килограмма мяса выше это 86 рублей 35 копеек вот и сравните получаются такие цены но давайте же посмотрим что у нас будет когда мы с вами откроем пурину а вот такие цифры у нас с вами получались как получились такие цифры вы сможете посмотреть и в видео пурина и марккорн вот в этом батле так скажем но и это еще не все я хочу показать вам веса второй партии которые у нас получились а вот все остальные расчеты в общем-то не имеют значения хотел обратить ваше внимание что падеж был больше вот в чем дело здесь падеж составил 11 процентов от партии не такой как были на предыдущей первой партии там падеж составлял ну просто совершенно смешную 4 процента цифру и то знаете как он такой был очень странный падеж я думаю что просто там началась жара но кстати во второй партии тоже у нас срубила птицу жара у нас падеж был прям разовый от СВС и много сразу 12 штук мы потеряли но партия была большая было больше по-моему 120 штук и значит получилось что 14 птиц мы потеряли это составило 11 процентов да много много но от этого никто не застрахован мы не относим это никак к кормам в данном случае потому что ну форс-мажор и наши птицы в воду которые мы общаемся тоже страдали сильно от этого не мы одни так скажем вот при этой партии я хотела сказать вам вот что когда вы считаете допустим что у вас птица очень крупная и она там очень вам нравится и она здоровская все хорошо все отлично но вот поверьте когда я занималась потрошением этой партии мне казалось что она значительно превышает первую вот прям я вам клянусь именно так мне казалось но когда я фиксирую эти данные то есть я записываю их четко каждую цифру то получается в итоге на в документе я вижу что это вообще бывает не так как мне кажется я понимаю когда люди не записывающие свои результаты досконально не считая ничего ошибаются в своих расчетах потому что им кажется что их птица больше или наоборот меньше это все настолько субъективная оценка человеческого разума мы просто фокусируемся на чем-то на трех курах которые там были по 32 по 3200 все значит все гиганты а если мы посчитаем с вами сложим все вместе партию то получится да слегка больше в 45 дней мы били эту партию в 45-47 2 килограмма 26 грамм ой 260 грамм 2 килограмма 260 грамм получилось посмотрим вытого 260 или 230 вы знаете ну то есть тут незначительная особо разница но по ощущению моим было что эта партия просто гигантов и я бездна должна была вам срочно это показать кстати эту партию вы можете видеть доход доход с этой партии был очень солидный приличный но цены я хочу вам напомнить что снова же это были наши южнокороновские цены не цена московского региона на данный момент пока это мы докармливали те корма которые у нас были из 64 тысяч 800 рублей выручки мы напомню продаем птицу по 300 рублей 42 тысячи составляла чистая прибыль и это при условии потерь в 11% это я считаю очень шикарный хороший результат хочу напомнить вам вот что когда мы рассчитывали с вами себестоимость по пурине мы с вами учитывали еще такие показатели как витаминные добавки электричество дополнительные расходы вот это все как в пурине так и в южной короне мы с вами не учитываем рассчитывая себестоимость цены и мяса сколько 1 килограмм птицы сожрал корма грубо говоря вот так мы считаем вот так в упрощенной схеме почему потому что какая-то партия летом какая-то партия зимой в себестоимости бролер мы указывали все возможные расходные составляющие которые можно было бы учесть и в общем здесь мы эти составляющие я не учла но вот здесь если хотите я прописала на первой партии из 59 тысяч выручки 41 700 это будет прибыль чистая и если мы из нее по вычтем с вами витамины электричества и до просхода как будто бы себе это была зима то у нас останется 31 тысяча ребят это больше половины это больше 50 процентов но снова хочу заметить по поводу цен я вывод свой делаю такой если у вас есть возможность покупать корма южная корона по предлагаемой на сайте у них стоимости то думать здесь нечего вообще если у вас московский регион и цены на южную корону приблизительно приравниваются к пурине то есть смысл здесь кое о чем подумать если вы чувствуете в себе силы вырастить птицу без лекарственных препаратов и хотите попробовать это сделать то в данном случае нет у нас конкурентов южной короне если вы боитесь выкращивать птицу без лекарственных препаратов учтите что у южной короны есть еще серия брюхокорм брюховецкий там есть лекарственные препараты можно попробовать на южных кормах вырастить именно на этой серии что касается пурины я считаю что абсолютно незаконно бояться тех лекарственных препаратов которые используют в пурине потому что они ничем не отличаются от тех лекарственных препаратов которые используются в большинстве кормов в старте во всех а в росте во многих в финише меньше но тоже встречается мы делали большую работу по поводу кормов вы можете все это дело посмотреть я понимаю что достаточно много времени нужно но там есть тайм-коды в этом видео в основных есть тайм-коды для того чтобы вы могли найти сразу же тайм-коды прописаны в описании нажав на интересующий вас корм вы можете попасть на то время в видео которое вам расскажет именно о том корме который интересует вас понимаете это сокращает ваше время вы же люди занятые я надеюсь мой сегодняшний рассказ был вам полезен я надеюсь что вы сможете сделать полноценные выводы о том какой корм вам стоит выбрать и о том какой корм вам стоит поискать вот я вас ни к чему не склоняю если вы новички то возможно что пурина для вас наилучший вариант потому что она простит вам многие погрешности или невнимательность к птице но если вы профессионалы и имеете возможность достать южную корону я бы вам рекомендовала просто рекомендовала попробовать понравится не понравится дело такое каждое хозяйство обладает определенным рядом индивидуальности неповторимых и я хотела бы вам еще раз подчеркнуть что это только ваша ваш выбор у нас птица растет на южной короне те маленькие замечания которые бы я хотела отметить мне кажется нам кажется что в южной короне недостаточно кальция потому что с другими кормами мы не сталкивались с таким количеством нажопников или ситуация обстоит так что птица очень быстро растет набирает массу и действительно это самые хорошие результаты которые у нас были на южной короне вышли и может быть в связи с этим раньше не получая таких весов привесов мы и не знали такого количества упавших на ноги но в защиту хочу сказать что стоимость мела кормового 5 рублей килограмм если в мешке мешок извините сколько у нас корма у нас килограмм допустим самого дорогого старта стоит по московским ценам 44 рубля я не хочу чтобы мне заменили 2 килограмма корма на 2 килограмма мела в этом мешке из 25 килограмм и продали по такой же цене я лучше мел куплю сама и добавлю его сама знаю об этом я могу сделать определенные пропойки и определенные подкормки самостоятельно все зависит только от меня по поводу отсутствия лекарственных препаратов хочу еще раз подчеркнуть что это не панацея корм без лекарственных препаратов если в хозяйстве существуют проблемы и существуют заболевания возможно что вам не стоит использовать корма без лекарственных препаратов что нам дает отсутствие этих препаратов в кормах первое мы можем по мере необходимости и видя что птица требует какого-то вмешательства лечебного самостоятельно дать лекарственные препараты во первых если это не нужно то мы этого можем не делать и уж тем более не давать птицы лекарственные препараты на постоянной основе также как и корма которыми мы и кормим да то есть прямо с периодичностью на постоянку меня устраивает разовое мероприятие и только в случае необходимости второй момент я могу менять тот же самый как с диастатик от одной партии к другой не меняя при этом форма это второй плюс который мы считаем важным третий плюс это южные южное зерно у данной компании существует своя лаборатория у них существуют свои накопители где они хранят зерно хранение у них собственное это очень важно значит зерно не будет обработано прорастание еще чего-то еще чего-то они берегут своими поэтому они хорошо относятся и качественно к оценке и к выбору тех составных частей комбикормов которые они закупают потом у них даже на сайте указана лаборатория с расценками то есть это аккредитованная лаборатория в которой производятся независимые экспертизы разных сортов зерновых разных составляющих вот так я вижу эту картину друзья если вы хотите то мы сделаем для вас видео с разговором с технологом южной короны человек очень компетентный и очень в полной мере ответил на все наши вопросы может быть не всегда самые умные спасибо вам большое за это пишите в комментариях и этот разговор состоится и у вас тоже всего доброго здоровья вам и ваши птицы друзья вы помните здесь была горушечка в три с половиной тонны от южной короны вот уже очень мало что осталось но сашка правда прибрал на партию на другую бройлера в себе корм спрятал его утащил сейчас покажу куда а нам уже пора новый заказывать мы попросили своих знакомых и предложили им при покупке цыплят у нас попробовать этот корм они обещали рассказать нам о результатах в своих хозяйствах для нас это очень ценный опыт